Глава Воронежа Вадим Кстенин провел межведомственное выездное совещание в парке Танаис, которое было посвящено подготовке к реконструкции известнейшей зеленой зоны советского района. Он напомнил, что существует несколько различных концепций развития парка и отметил, что пока нет такой, которую город безоговорочно готов был реализовать от и до. Руководитель управления главного архитектора Людмила Подшивалова предложила в качестве отправной концепции ту, которая была разработана городскими архитекторами и представлена в июле 2018 года. Она подразумевает обустройство пешеходных связей, установку малых архитектурных форм, создание нескольких игровых и развлекательных зон для детей разного возраста, территории для тихого отдыха, спортивной площадки. Планируется велопешеходная дорожка протяженностью около двух километров, которую предполагается сделать двухуровневой с устройством специальных сооружений. Огромное количество людей выросло в этом парке. Мой собственный ребенок вырос в этом парке, потому что мы жили на Олега Дундича 25. Я с коляской гулял в этом парке. Я бы тоже не хотел, чтобы этот парк был испорчен какими-то сооружениями, которые там совершенно не были бы гармоничны. Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда пытались построить какие-то там мегамасштабные спортивные сооружения, капитальные сооружения и так далее. Считаем, что парк должен носить рекреационную задачу. Люди должны приходить, отдыхать. Безусловно, там будет улучшение благоустройства. Старая спортивная площадка будет полностью переделана, будет бесплатной для населения, но с современными покрытиями. Это будет современное футбольное поле. Много других спортивных, детских сооружений. Комната матери и ребенка. Это велоинфраструктура, это пешеходная инфраструктура. Немножко будет изменена конфигурация центральной аллеи, потому что парк, по сути, делится на две части. И эти части должны не разделяться вот этой центральной аллеей, а гармонично дополнять друг друга. Поэтому никаких сооружений, никаких вещей, которые могут вызвать народное недовольство. Концепция будет однозначно выставлена во всеобщий доступ. Люди могут ее посмотреть, дать какие-то свои мысли, замечания, где-то, может быть, какие-то предложения. Поэтому прежде чем начинать и запускать эти процессы, а они будут запущены в 2021 году, я надеюсь, что в 2022 году мы полностью закончим реконструкцию нашего парка, там тоже будут принципы государственно-частного партнерства. Это будет концессия, как вы знаете, это не отчуждение муниципальной собственности в пользу каких-то арендаторов или еще там чего-то, но концессия дает нам возможность привлекать вне бюджетное финансирование наравне с бюджетным финансированием реконструкции парка. Пока мы насчитали порядка 180 миллионов рублей необходимых для того, чтобы его полностью реновировать, цифра может, конечно, поменяться, как в сторону увеличения, в сторону уменьшения вряд ли, будем договариваться с потенциальными консессионерами 50 на 50 финансировать. Плюс потенциальный консессионер должен был взять на себя полностью обязанности по содержанию этого парка, дабы с муниципального бюджета вот эту нагрузку снять. Потому что в последнее время мы делаем очень много общественных пространств, все это ложится, содержание этих общественных пространств на плечи муниципалитета, это достаточно тяжелый груз, и его надо с достоинством нести. Поэтому, если есть возможность привлечь частные инвестиции в реконструкцию парков и скверов, а парк «Дельфин» мы уже видим положительный опыт, в ближайшее время уже начнутся работы по благоустройству парка «Дельфин» частным консессионерам, 140 миллионов инвестиций. Я надеюсь, что все то же самое получится и в парке «Танаяс» в ближайшее же время. Кроме того, глава города посетил сквер имени Олега Дундича. Компактная, но вместе с тем уютная территория, оснащена новыми лавочками и детским оборудованием. Сегодня это любимое место отдыха для мам с детьми. Еще несколько лет назад этот скверик представлял собой куда более неприглядное зрелище. Впрочем, благоустройство прилегающей территории не прекращается и сегодня. Недалеко от парка рабочие устанавливают бордюрный камень, который обозначит границы нового тротуара, а его обустройство планируется завершить в сентябре. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok